В этом мире буйном и мятежном, странном, беспокойном и больном хочется быть бесконечно нежной, да безумства добрым существом. Хочется мещанского уюта и наива, как в немом кино. И дарить, дарить, дарить кому-то, через край бегущее тепло, чтобы оно по венам разливалось и сочилось через пальцы рук, в чем-то сердце эхом отдавалось, таким мирным эхом. Тук, тук, тук. Привет, друзья! С вами Светлана Дянова, и я рада вас приветствовать на своем канале Белль, посвященному проекту Ля Ви и Белль или Жизнь Прекрасна. Мое сегодняшнее видео будет посвящено итогам нашей выставки вышитых картин совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» и музея-галереи живописной вышивки, которая проходила в славном городе-курорте Геленджик с 15 мая по 9 июля 2023 года. Выставка называлась «Женское счастье», и стихи, которые прозвучали в самом начале этого видео, как мне кажется, являются прекрасным отражением чувств и эмоций, которые нам хотелось отразить в этой выставке. А проходила эта наша выставка в самом центре города Геленджик, в Геленджикском историко-краеведческом музее, который расположен на улице Островского, дом 1. Пригласила и организовала для нас эту выставку генеральный директор ООО «Джен», известный продюсер Дымченко Жанна Викторовна. Она активно продвигает самые разные проекты в области культуры, и благодаря ее стараниям и потрясающим организаторским способностям у нас появилась возможность приехать с нашими картинами в этот замечательный город Геленджик. Здесь 29 картин, еще плюс 4 картины, тоже девчонки отправляли Почту России сразу в Геленджик. То есть всего 33 картины у нас, ну и тоже какие-то еще вспомогательные материалы, всякая печатная продукция, гостевые книги, вот это вот все. Завтра я жду машину, сразу повезут картины все на поезд. Целое купе выкупили под наши картины, и все это уедет на поезде. Не помню, сколько тут грузомест. Я вот здесь вот подписывала, сколько в каждых коробках картин. Где-то 2, где-то 3, где-то по одной. Ну, в общем, вот так. Все упаковано, все ждет отправки. Жанна Викторовна не только предложила нам провести нашу выставку, вышитых картин в Геленджике, она еще взяла на себя всю организационную работу по транспортировке картин из Москвы в Геленджик и обратно. А также обустройство выставки на площадке Геленджикского музея, сбор и упаковку картин после выставки и многое другое. И вот вся эта огромная подготовительная работа, то, что зачастую остается, как говорится, за кадром, но требует огромного просто вложения сил, времени, любви и стараний, чтобы зрители могли прийти на выставку и насладиться красотой. И на эту выставку мы привезли 33 картины, вышитые по полотнам известных художников, в основном классической живописи. Их создали 10 мастериц нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна». 4 мастерицы вышивки из Москвы, то есть 10 вышитых картин были Татьяна Котельниковой, 8 картин мои Светланы Дяновой, 1 картину предоставила Ольга Стороженко-Жура и еще 3 картины Натальи Матвеевой. Кстати, одна из картин Натальи «Любовное письмо» стало лицом этой нашей выставки и красовалась на афишах и баннерах выставки и музея. Это я рассказала про московские картины. Еще из Санкт-Петербурга приехали 2 картины, которые предоставили Вероника Антонова и Татьяна Качина. 3 картины были от Светланы Малышевской из Нижнего Новгорода, 2 картины от Ольги Захарцевой из Смоленска. И одна картина приехала из города Заречный, Пензенской области, ее прислала Яна Хрипунова. И еще 2 картины предоставила Инна Демиденко из города Невинномыск. И вот Инночка еще сама вместе с семьей приезжала на открытие нашей выставки в Келенджике, 15 мая состоялось открытие, и Инна представляла весь наш проект на открытии. И это было очень здорово, на самом деле, потому что так сложилось, что мы открывали сразу 2 выставки практически в одно и то же время, 15 мая в Келенджике, и параллельно в это же время мы готовили нашу выставку в Казани, в Казанском Кремле. Эта выставка наша открылась 18 мая. Так что Инночка нас очень поддержала, приехав в Келенджик, как представитель проекта «Жизнь прекрасна», и как непосредственно еще и участница выставки со своими картинами. Добрый день! Меня зовут Инна, и сегодня я рада приветствовать вас на своем канале из прекрасного гостеприимного города-курорта Геленджик. Еще одной достопримечательностью Геленджика является историко-краеведческий музей, основанный в 1909 году, основная экспозиция которого на данный момент находится в здании на набережной Геленджика. Именно в этом музее 16 мая 2023 года открылась выставка рукодельного творчества «Женское счастье» при организации и поддержке компании ООО «Джен» в город Москва продюсера Жанны Дымченко. На выставке представлены вышитые вручную сложные многоцветные картины 10 вышивальщиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Заречного и Невиномыска. Творческого проекта «Жизнь прекрасна» организатором и автором проекта является Светлана Дианова, а также помимо вышивки на выставке представлена роспись по шелку и расписные деревянные матрешки педагога и руководителя художественной студии город Старая Купавна Московской области Александры Мацной. Кроме того, выставка дополнена рукотворными предметами из фондов Геленджикского музея. Спасибо большое, дорогие друзья. Я хочу пламенный привет передать прежде всего из Москвы. Ждите наших москвичей. В этом году будет в Геленджик направлено очень много наших отдыхающих. Вы не поверите, я вроде бы занимаюсь искусством, но я практически знаю, что связано с туризмом, потому что ваш город идет на расцвет, он так прекрасен, а сейчас с увеличением даже наших людей, москвичей, которые приедут на отдых. Вам пламенный привет. Сказали, готовьтесь. Поэтому ждите, мы к вам едем. Что хочу сказать про женское счастье. Вот эта выставка названа не просто так, вот таком названии, она просто как-то взята, да, а именно с умыслом. Почему? Потому что если женщина счастлива, видите, какие у них красивые картины, они яркие, они сочные, они желтые, и все цветут, потому что именно женская энергетика, именно все женские улыбки передается всей семье, да. Вы когда будете смотреть батик нашей Александры, она очень долгое время отработала на фабрике сувенир, и все наши русские матрешки, которые стояли в Кремле, которые были на Кремлевской площади, они именно на нее и похожи. Поэтому, когда вы сейчас будете видеть ее поздравления, приветствия, то вы обратите внимание. То есть потом, как к матрешкам подойдете, посмотрите на эту девушку. То есть у матрешек лицом Александра. Теперь дальше. Что касается наших серьезных таких работ, я хочу сказать, что есть такой секрет, почему у них все хорошо получилось, у наших рукодельниц. Потому что они влюбились, они влюбились в эту картину. А вот здесь будет указано, что какое время они потратили на эту картину. Кто-то два года, кто-то два месяца. То есть влюбился, и завтра уже все свершилось. Но это вам предстоит еще посмотреть. А я хочу напомнить, что у нас здесь несколько городов, что здесь Санкт-Петербург, что здесь Смоленск, что идет у нас Зауралье. И об одной картине я хочу вам ее просто показать. У вас вот на той стене самое яркое, там, где много кошечек. Объявляем приз. Кто сколько посчитает и найдет там кошечек. Да, это вам предстоит. И как только у вас будут уже ответы, имейте в виду, мы должны потом найти призера. Кто это может сделать. Ну, а еще хочу напомнить, мы вас также ждем в город Москва. Ждем вас на нашей уникальной России. Ждем на все выставки. Давайте ваши работы. Мы обязательно в этом обо всем поговорим и поможем. Поэтому я вас всегда жду, ценю и очень люблю. Благодарна вам за гостеприимство и вот за такой теплый прием. У нас есть книга отзывов, и мы с удовольствием отвезем уже ваши отзывы, в ваших сердцах туда, в Москву. Спасибо вам большое. И хорошего отдыха. Спасибо. Пообещайте мне, любовь, хоть на мгновенья, Хочу изведать эту боль, как откровенная. Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, и все прощу, но только ты. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста, люби. Люби, пожалуйста. Я оставлю ссылочку на это видео Инны в инфобоксе. Меня зовут Инна, и я вышивальщица. И мы. Ну что, я более 20 лет, но на данный момент эта картина у меня самая масштабная. Она заняла более двух лет моего времени. Вот это тоже моя работа. Ну, это картина по, вышита по картине Карла Брюлова, а это по картине нашего современника Дмитрия Власова. На эту работу у меня ушло меньше времени, 7 месяцев. Ну, что я хочу сказать. Это очень кропотливый труд. Каждый день, по 2, 3, 4 часа, сколько есть свободного времени, я уделяю вышивки. И благодаря моему хобби я нашла очень много вышивальных подруг, очень много интересных людей, с которыми я познакомилась за это время. И у меня есть возможность посещать такие замечательные мероприятия, как сегодняшние. Конечно, хочу поблагодарить свою семью за поддержку. Они меня во всем поддерживают. Картины мы выбираем всей семьей. Прямо у нас голосование. У нас большая семья. Вот мои родители сегодня здесь. Мой семья. У меня 3 сестры, 4 племянников. И мы прям выставляем на голосование, какую работу я буду вышивать следующую. И вообще у меня вышит, наверное, больше 30-40 работ, но именно вот таких вот масштабных, больших, ну, пока штук 10, но я не останавливаюсь на достигнутом. Еще я хочу сказать большое спасибо Свите Диановой. Это автор и создатель проекта «Жизнь прекрасна», благодаря которой вот она собрала у нас много девчонок. У нас вот в этом проекте более 300 вышивальщиц. Мы вышиваем вот такие многоцветные габелиновые картины. И девчонки из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. И, конечно, еще огромная благодарность Жане Викторовне за то, что мы благодаря вам имеем такую возможность показать результаты наших трудов. Не только, вот чтобы видели мои родные и близкие, но чтобы видели, вот люди приходили, любовались, уходили с какими-то добрыми впечатлениями. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Более того, у Иночки получилось приехать еще и на закрытие выставки 10 июля уже. Она сама забрала свои картины. Ну, а остальные картины поехали в Москву на микроавтобусе. Их привезла прямо ко мне домой Жанна Викторовна. Но об этом я более подробно расскажу в конце своего видео, чтобы не терять нити, хронологию повествования. Так вот, как я уже сказала, на выставку в Геленджике мы привезли всего 33 картины. Оригиналы этих картин хранятся в ведущих музеях мира или в частных коллекциях. А у посетителей нашей выставки в Геленджикском историко-кровическом музее была уникальная возможность увидеть эти шедевры мировой живописи в оплощенной вышивке. Мы называем наши вышитые картины гобеленовой живописью. И на создание каждой такой картины уходят месяцы, а иногда даже годы ежедневного кропотливого труда мастерицы вышивки. И чтобы создать коллекцию из этих 33 вышитых картин, которые представлены на выставке в Геленджике, одному человеку потребовалось бы сделать более 7 миллионов стежков и более 20,5 лет непрерывного вышивания. И за всю нашу выставочную деятельность начали мы проводить выставки нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна» с июня 2019 года, то есть уже за 4 года эта выставка в Геленджике была одной из первых за пределами Москвы и Московской области. И по окончании каждой выставки традиционно я зачитаю отзывы из нашей гостевой книги, которую оставляли посетители вот этой нашей выставки в Геленджикском музее. Я надеюсь, что это радостное настроение передастся и вам, дорогие зрители моего канала. Итак, отзывы из гостевой книги. Очень понравилась выставка, такая разноплановая, картины каждая очень интересна. Спасибо за такую красоту, поднимает настроение. Мастерицам еще больше творческих идей спасибо, житель Геленджика господинова Наталья. Восхитительно, спасибо за красоту, Мияченко ДГ. Все очень красиво, мастерски, пусть воплотятся ваши мечты. Керещенко ЛК. Прекрасная выставка, столько позитива от общения с работами замечательных вышивальщиц и устроителями выставки. Здоровье всем, творческих идей. Власова ЮК. Искренняя благодарность организаторам выставки за возможность увидеть гобеленовые шедевры и продемонстрировать свои работы. Великолепно, грандиозно. И. А. Демиденко. Это как раз Инночка оставила комментарий, Инночка Демиденко, о которой я рассказывала, который приезжал на выставку. Инночка, еще раз тебе огромное-огромное спасибо за поддержку и за участие, конечно же. Выставка вызвала восторг и восхищение. С таким мастерством никогда не встречалась. Спасибо за красоту Моисеева имени Разборчева. Нахожусь под глубоким впечатлением от выставки. Большое спасибо за предоставленную возможность насладиться этой красотой. Всегда рада побывать на подобных вернисажах. Ждем новых работ и Ефимова. Восхитительно, большое удовольствие доставлено. Спасибо огромное организаторам выставки «Удивительные мастерицы и прекрасные работы». Л. Мироненкова. Шедевры. Огромное счастье это увидеть. Невероятно все красивое и сказочно прекрасное, как будто живое все. Ганжа С.В. Г. Щестковская. А. И. Мызникова. Большое спасибо за ваши работы. Очень впечатлили. Калашник Л. Г. Получила огромное удовольствие от прекрасной выставки. Очень вдохновила и порадовала увиденное. Огромное спасибо за картины и удачно подобранные к ним стихи. М.В. Капаева. Путешествие из Санкт-Петербурга в этот чудный природный край. Случайно увидела музей вашего чудесного города. Зашла. Уметь ценить прошлое очень важно. Спасибо. И еще дополнительные хорошие эмоции подарила ваша выставка «Женское счастье». Нежность, очарование, светлый луч женственности. Спасибо. Лазуткина. Г.Н. Огромное удовольствие и восхищение вызывают такие детальные работы. Выражаем благодарность за испытанные чувства прекрасного администрации Краеведческого музея города Геленджик. Получили большое удовольствие от таких великолепных работ. Спасибо большое, что такое творчество процветает в нашей стране. Огромное спасибо за красоту. Вышивка шедевры, батик красота, радость от увиденного на долгое время, здоровье мастерицам и творческих идей. Большое спасибо за такую шикарную выставку. Мы первый раз видим такие картины, какое творчество, какой труд художниц-вышивальщиц. Якушина И.И. Огромное спасибо. Выставка потрясающая, заряжает энергией солнца, природы. Мариана. От лица вышивальщиц города Геленджика выражаю восхищение таланту, терпению и удивительной доброте, которую вы дарите. Сидорова, Е.В. Взаимные приветы всем мастерицам Геленджика. Это особенно приятно. Огромное спасибо за полученное эстетическое удовольствие. Елена. Прекрасные картины. Дарья. Просто чудо. Выставка очень понравилась. С уважением. Город Ижевск. Удмуртия. Выставка светлая, радостная. Очень вдохновилась. Спасибо. С уважением и теплотой. Гусева. Спасибо. На душе стало радостно и спокойно. Санкт-Петербург. Благодарю. За ночь музеев. За экскурсионное сопровождение. 20 мая 2023 года. Я. Геленджинчанин. Благодарю. За прекрасную экскурсию. Ростов-на-Дону. Восхитительные работы. Желаю авторам дальнейших творческих успехов. Краснодар. Очень тонкая, требующая огромного умения, труда, замечательная экспозиция. Москва. Большое спасибо за такую уютную и теплую выставку. Сколько сил, времени, терпения, любви вложено в эти работы. Страшно представить. Таким творчеством нужно восхищаться. По скриптам. Надеюсь, со зрением у вышивальщиц все хорошо. 23 мая. Ульяновск. Очень красивая выставка. Получили огромное эстетическое удовольствие. Челябинск. По скриптам. Шустрые иголочки и легких крестиков от вышивальщиц с Урала. Вышивальщицам Урала тоже огромный привет от нас. Мне очень понравились все картины, но больше всего кошачий рай. Город Волгоград. Только одно приходит на ум. Восторг. Какие мастерицы. А какие сроки исполнения. Вдохновение и долгих лет мастерицам. Радуйте нас новыми работами. Город Новороссийск. Какая красота. Нет слов выразить эмоции. Какое владение техникой вышивки. Какое мастерство. Я в восторге. Какие мастерицы. Москва. Огромное спасибо за ваш талант, умение радовать людей, творческих успехов и вдохновения. Спасибо за впечатление от всей семьи и от всей души. Город Ноябрьск. Ямало-Ненецкий автономный округ от семьи Юндашевых. Прекрасная выставка. Такая красота. Тонкая, кропотливая работа. Такой труд. Очень красиво. Город Краснодар. В восторге от увиденного. Большое спасибо мастерам за их умение, усердие, трудолюбие. Всех им благ и удачи. Санкт-Петербург. Чудо дивное. Вдохновляйте и вдохновляйтесь. Санкт-Петербург. Тут очень красиво. Делайте работы еще. Питер. Великолепная выставка. Спасибо за это потрясающее мастерство, заряжающее теплом и восторгом. Александр Киянница. Город Краснодар. Стенд-офф 2. 30 мая 2023. Красиво, чисто и впечатляет. Мир России и процветание. А Геленджику тепла и мирного неба. Больше радости и счастья всему российскому народу. Вам, музею, спасибо. Олег Демский. Удивительное творчество, невообразимое. Как же нужно любить свое творчество и себя в творчестве, чтобы такое создать. Действительно, женское счастье. Благодарность музею за выставку. Альбина Глебова. То, что были поражены увидимыми работами, это просто шок. Это супер. Это красота. Дух захватывает. Марина, Надежда, Челябинск, Москва. Неужели еще можно чем-то удивить? Очень впечатляет. Спасибо. Хомченко, Алла, Горловка. Восхищаемся талантом людей, которые дарят незабываемые впечатления. Благодарим руководству музея, что они дают возможность любоваться творчеством, усердием этих людей. Спасибо. Незабываемо. Люда, Таня, Лена, Артем. Город Еиск. Восхитительно, изумительно, прекрасно. Татьяна Тяжова. Город Самара. Прелестно. Спасибо огромное тем, кто готовил эту выставку. Очень великолепные работы и стихи, подобранные к ним, усиливают впечатление. Т. Чмей-Еренко. Город Кореновск. Очень впечатляющая, прекрасная выставка. Незабываемо. Самойленка В.А. И.Л.В. С.Т. Губская. К.К. Вот как-то так. Подпись. Вдохновение, восторг, любование. Благодарю. В.Л. Лысенко. Большое спасибо за такую красоту. Смотришь и думаешь, какие у нас живут талантливые, светлые люди. И на душе становятся светлее и радостнее. Благополучие и здравие всем художникам, процветание вашему музею. Татьяна, город Москва. Прекрасно, волшебно, изысканно. Все супер. Спасибо большое за сказочно красивую выставку. Наслаждение и удивление красотой. Удачи и вдохновения в дальнейшей работе. О.В. Гороженко. Город Токонрок. Благодарю за чудесную выставку. Много красок и вдохновения. Сколько получила удовольствия. Не передать, какая мелкая и впечатляющая техника вышивки. Спасибо творцам и организаторам. Батик чарователен. Огромное спасибо вашему музею. Всех благ и здоровья. Семья Ахметовых. Город Анадырь. Чукотский автономный округ. Как богата талантами наша земля. Как многогранна и прекрасна. Многоцветна. Именно много. Жизнь. Боже, благодарим тебя за это. Всем добра и любви. Не зарывайте свои таланты. Слова благодарности и восхищения. Татьяна Котельникова покорила нас своей картиной «Кошачий рай». Это что-то невозможное. В то же время превосходное искусство и владение цветовой гаммой в 239 цветов. Спасибо и низкий поклон. Староверова, ВА. Город Москва. Восхитительные работы. В них столько нежности и тонкости. Смотришь на них и на душе спокойствия. Спасибо. Ольга Кузнецова. Город Якутск. Мы тронуты. Выставка прекрасна. Город Липецк. Солнечно, жизнерадостно. Спасибо. Абдрахимовы. Р плюс Р. Оренбургская область. Село Сакмоурос. Сакмоурос. Наверное, так. Какая красота. Сколько труда. Какое мастерство. Терпение и любовь. Милые женщины. Восторг и радость. Вы необыкновенные. Не останавливайтесь. Ирина Васильева. Город Тверь. Очень изящная, тонкая работа мастериц. Прекрасное сочетание цветов. Атмосфера красоты и женственности. Спасибо. Киберева Ирина Рудольфовна. Главный художник Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера. Город Екатеринбург. Очень интересный и познавательный музей. Спасибо. Город Донецк. Очень все замечательно и интересно. Город Алмевск. ЛНР. Это что-то фантастическое. Очень круто. П. Пуровск. ЕНАУ. Все прекрасно. И вышивки, и роспись по шелку. Просто чудо. Творческих успехов всем мастерицам золотые руки. Все очень прекрасно. Все картины удивили нас. Город Мытищи. Мы, три москвички, посетили Ваш прекрасный музей и получили незабываемое впечатление. Сколько талантливых людей, которые воплощают картины вышивки, когда смотришь их и сердце замирает от восторга. Спасибо. Мы благодарны за экспозицию. Москва. Творите, сочетайте, радуйте нас. Вы просто ручки золотые и умелые. Замечательные работы. Мастерски выполнены. Сложные темы, многообразие цвета. Это круто. Спасибо за Вашу работу. Город Зержинск. ДНР. Благодарим мастеров вышивки за их труд, творческую работу и мастерство. Очень яркие впечатления. Так держать. Город Астрахань. Очень понравились работы мастеров вышивки. А еще со стихами. Замечательно. Благодарю. Город Геленджик. Чудеса в человеческих сердцах и в прекрасных трудах. Спасибо за столь великолепный труд. Спасибо за столь великолепный труд. Астамансийский автономный округ. Прекрасные картины. Загрядска. Александра. Город Елец. Липецкая область. Картины прекрасны. Талант наших мастеров невероятный. Огромное удовольствие от просмотра. Заряд позитивной энергии. Всегда с удовольствием посещаем музей. Елена. Город Геленджик. Выставка многогранна и разножанрова. Очень яркие, яркие краски и радостные ощущения. Ощущение счастья, света и лета. Спасибо, что разукрашиваете повседневную жизнь. Валовы. Город Волгоград. Чудесная выставка. Город Пермь. Воздушная прекрасная летняя выставка. Город Тамбов. Картины на выставке вышиты золотыми ручками. Город Келенджик. Прекрасная выставка. Волгоградская область. Прекрасная выставка. Город Краснодар. Демид Подфилов. Восхищен увиденным, просто неземным творением мастеров. Конечно же, женщин по вышивке. Настолько просто невероятное исполнение образов наших милых женщин в сочетаниях со стихами Афанасия Фета «Она спит», Ивана Бунина «Материнская любовь» и других. После знакомства с авторами вышитых картин Светланы Диановой, Татьяна Котельниковой «Хочется жить, гордясь, что у нас в России такие мастера». Благодарен за полученное удовольствие. Урал, Челябинская область. Н. Вардугин. 75 лет. Спасибо огромное за волшебный сад спокойствия и позитива. Очень понравилась ваша чудесная выставка. Удачи, процветания, любви и множества идей для воплощения удивительного, красивого и доброго. Семья Букиных. Саратовская область. Город Энгельс. Выставка «Чудо». Всегда восхищаюсь творчеством наших мастеров. Технику роспись по шелку увидела в первый раз. Это просто невероятно, что такое существует. Андрюша, Оксана, Алла. Город Стародуб. Брянская область. Это замечательно. Очень впечатляет. Трудоемко ведь? Хорошо. Спасибо. Алексей, художник. Москва. По скриптам. Светлана, Ольга, Татьяна. Светлана, Яна, Инна. Молодцы. Восхищен. Спасибо вам за огромный заряд эстетического наслаждения. Восхищен и очень тронут вашими работами. Вы выбрали свой уникальный и самобытный стиль. Успехов вам в дальнейших творческих подвигах. С уважением, Павел. Врач ММКЦ «Коммунарка. Новая Москва». Не устаю восторгаться прекрасными картинами, умелицами и рукодельницами. Огромному труду и силам, которые были вложены в картины. Море позитива. Спасибо огромное. Творческих успехов. Семья Митиных. Город Калуга. Восхитительные работы. Большое спасибо за невероятное эстетическое удовольствие. Невозможно понять, как можно такую красоту создать. Город Москва. Мне все очень понравилось. Маша. Потрясающие работы. Чудо и удивление. Л.А. Лесникова. Город Пермь. В день семьи, любви и верности ваша экспозиция привносит жизнь, красоту, счастье и умиротворение. Спасибо. Г. Выражен. 8 июля 2023 года. Спасибо за такую замечательную выставку. Мы впечатлены. В день семьи хочется всем пожелать мира, счастья и любви. Город Нижнекамск. Республика Татарстан. Выставка понравилась. Нет слов. Красота. Город Кусь. Хрустальный. Очень красивые картины. Все очень понравилось. Город Краснодар. Все понравилось. И рисунок с машинкой. Красиво, необычно, талантливо. Вышивки просто шедевры. Матрешки и батик очень милые. Марина Ижевск. Выставка и экспозиции впечатлили. Спасибо за творчество художникам и историкам. Город Комель. Выставка замечательна, бесподобна. С любовью из города Тулы. Выставка потрясающая. Авторы – великие рукодельницы. Спасибо. Привет из Твери. Спасибо. Очень красивые картины. Гусь Олег. Мне понравилось. Красиво. Спасибо за выставку. Мы очень впечатлены. Город Рыбинск. Вот такие замечательные отзывы посетителей нашей выставки в Геленджике. И надо сказать, что несмотря на то, что самой мне не удалось побывать на этой выставке, у меня сложилось полное ощущение того, как будто я сама там побывала. И за это еще раз огромное спасибо Жанне Викторовне Дымченко и всем замечательным работникам Геленджикского музея. Пока я перечитывала отзывы из нашей гостевой книги, у меня перед глазами как будто мелькали дни, вот день за днем нашей выставки в Геленджике. И я словно видела лица людей, гостей нашей выставки, открытые, приветливые, улыбающиеся, счастливые. Очень приятно, что очень много отзывов оставляли дети. Ну, видно детский почерк. И еще очень приятно, что много было отзывов от людей из самых разных городов. И вот в такие минуты действительно чувствуешь огромное единение, когда любовь к прекрасному одинаково отзывается в разных сердцах. И словно невидимой ниточкой связывает наши сердца и души и делает нас всех ближе и роднее. И вот пока проходила наша выставка в Геленджике, нас еще снимал местный телеканал «Новости Геленджика». 33 работы, 10 авторов, широкая география от Новосибирска до Ставрополья. Организатор выставки, продюсер Жанна Дымченко рассказывает, проект «Жизнь прекрасно» объединил около 300 вышивальщиц из разных уголков огромной страны. «Женское счастье» – выставка, на которой представлены уникальные изделия, созданные исключительно женскими руками. Это и вышитые вручную сложные многоцветные картины, роспись по шелку, батик и расписные деревянные матрешки. Кроме того, выставка дополнена рукотворными предметами из фондов Геленджикского музея. Каждое изделие – это результат многочасовой работы мастериц, которые приложили свое воображение и талант, чтобы создать неповторимые произведения. Особую атмосферу этой выставки придает сегодня русский романс. В каждой работе – любовь и вдохновение. Вглядитесь в эту вышитую картину. «Таинственная всадница» Карла Брюлова. Как точно переданы мельчайшие детали – «Иград света». Автор Инна Демиденко из «Невинномыска» рассказывает, эскиз выбирали всей семьей, затем почти два года работала вышивальщица. К слову, картины вышиты в технике «Полный крест» или «Гобелен» по произведениям известных художников-классиков. Насколько это кропотливый труд, даже представить сложно, ведь стежки еле различимы. К слову, чтобы создать эту выставку, одному человеку пришлось бы сделать 7 миллионов стежков за 10 лет работы. Представлены также росписи по шелку, выполненные в разных техниках. Они имеют дипломы победителей московских конкурсов и фестивалей. А еще от этих картин просто веет теплом души и рук, которые их создавали на протяжении многих месяцев и даже лет, чтобы вдохнуть новую жизнь в произведения известных художников. Выставка «Женское счастье» – это отличная возможность посмотреть и насладиться произведениями ремесла. А еще шанс для местных вышивальщиц поучаствовать во всероссийском проекте. Выставка «Женское счастье» – это не только показ рукоделия, но и праздник женственности, красоты и творчества. Приходите и насладитесь удивительными работами мастериц. Откройте для себя новые виды рукоделия и получите удовольствие от созерцания уникальных вещей. Выставка в стенах историка Краеведческого музея Геленджика будет работать до 2 июля. Еще сам Геленджикский музей делал съемку. Также было очень много постов. В своих соцсетях они публиковали. Я по возможности все репостила тоже на своих страничках, в ВКонтакте в основном делал репосты. Также еще вышла статья в местной газете «Прибой». Еще было много публикаций на сайте музея, в соцсетях музея, в Геленджикской администрации, на многих других порталах. Смоленская вышивальщица Ольга Захарцева вдохновилась мастерством русского живописца Константина Егоровича Маковского и в технике «Полный крест», используя 192 цвета, за год кропотливого труда создала в нитях мулине копию русской красавицы в кокошнике. Картина, что маслом написанная, что нитями вышитая, загляденье. Глядя на портрет неизвестной красавицы в традиционном древнерусском наряде, приходят на ум пушкинские строки. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей, она покоится стыдливо, в красе торжественной своей. Константин Маковский работал в жанре исторической живописи, стремясь к точности в рисовании костюма, как этнограф, исследовавший народный быт. В патриархальной Руси женщины носили головной убор – кокошник, название которого пошло от древнерусского «кокош», что означает «курица-наседка». Этот экстравагантный убор шили из парчи, дамаска или бархата с вышивкой растительного орнамента, украшая жемчугом и драгоценными камнями. А на плечах девушки лежит широкий круглый воротник, называемый барма. Художник нарисовал минималистичный портрет, в котором зрителю не показаны глаза и руки красавицы. Но мы можем пофантазировать, что она могла бы держать шкатулку с кольцами да серьгами. Полюбуйтесь металлической чеканкой с изображением Кремля и птицами на прекрасной шкатулке из фонда нашего музея, на крышке которой есть рисунок, изображающий боярина и бояриню Древней Руси. Также во время выставки на нашей выставочной площадке проходило очень много экскурсий, проводились концерты, мастер-классы для детей. Очень много прошло самых разных интересных мероприятий и много было сказано приятных слов и пожеланий. Дорогие друзья, очень приятно, что выставка «Женское счастье» сделала свое дело, обратила внимание на наше творческое начало, на наше современное искусство, замечательных наших рукодельниц. И хотелось бы отметить, что это увидели не только мы, но и все гости города Геленджика. Я надеюсь, что вот эти книги, книги отзывов всегда будут так заполнены до последних страниц. Это говорит о том, что интерес все-таки есть. Мы, любители творчества и ценители творчества, всегда будем отдавать приоритет нашим российским рукодельницам. Поэтому я желаю всем прекрасного, хорошего летнего настроения. А самое главное, спасибо Светлане Диановой, которая собирает все наши по крупицам, по вот замечательным таким выездам, собирает творчество, которое дарит потом нашим людям хорошее настроение. И, конечно же, женское счастье. Спасибо вам большое. Хочу выразить огромную благодарность Жане Викторовне Дымченко, продюсеру компании «Джен», которая привезла к нам сюда, «Геленджик», эту замечательную выставку рукодельного творчества, проекта Светланы Диановой, «Жизнь прекрасна». И плюс выставку росписи по шелку, батику и расписные деревянные матрешки. Это все работы Александры Мацной из подмосковного города Старая Купавля. Посетители были восхищены работами этих мастериц, вышивальщиц. Масса отзывов со словами восхищения, удивления, восторга и благодарности за труд, за работу, за умения, оставленные в книге, которые вы все сможете поглядеть у себя на месте. Я думаю, что это все будет вам сфотографировано и разозвано. Так что и гости нашего города, и жители просто в восторге от этой замечательной выставки. Огромное вам спасибо. Приезжайте к нам еще. Хочется сказать огромное спасибо и выразить огромную благодарность всем мастерам, принимавшим участие в создании этой выставки, Жанне Викторовне, за то, что она их все организовала. Эта выставка нашла свой отклик у всех посетителей нашего музея. И мы надеемся, что наше сотрудничество на этом только начинается. И мы уже с нетерпением ждем следующей выставки. Спасибо. Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность оказаться на выставке женское счастье наших московских коллег. И очень приятно видеть здесь в герметике. Это всегда действительно очень волнительно и приятно. И мы всегда с нетерпением ждем отзывы гостей выставки и какие-то публикации в средствах массовой информации. Еще раз огромное-огромное спасибо всем за такие приятные и теплые отклики о нашей выставке. Это действительно большой успех и большая наша гордость за всех наших мастеров. Ну, а после нашей выставки «Женское счастье» в музее уже открылась новая выставка. Называется она «Сольбинские мастерицы». И вот все представленные экспонаты изготовлены воспитанницами колледжа, которые существуют при Николасольбинском женском монастыре. Он находится в Ярославской области. Мы знакомы с Ольбой еще с выставки «Уникальная Россия» в гостином дворе. В начале года мы там познакомились. У меня на канале есть отдельное видео с рассказом про сам монастырь и про вот этот колледж. И очень приятно, конечно, что нам удалось вот таким удивительным образом еще раз встретиться в Геленджике. Ну, вернее, не нам лично, а как бы нашим экспонатам. Вот уж воистину, неисповедимы пути Господни. И действительно не случайны в жизни все встречи. Это правда, какое-то божественное проведение. Вот такие чудесные костюмы, удивительную авторскую керамику, самые настоящие имбирные пряники, из которых некоторые можно даже попробовать. Сейчас можно увидеть в выставочных залах Геленджикского музея. Все экспонаты, продукции, воспитанницы колледжа, которые существуют при Николасольбинском женском монастыре, что в Ярославской области. Этот монастырь очень известен тем, что именно здесь, как нигде, наверное, больше сохраняют искусство народных промыслов. Николасольбинский монастырь, он единственный женский монастырь, где находится колледж. Где еще этому обучаются, где находится детский приют. Ну и, естественно, видите, какие у них красивые изделия, получается, выходят в жизнь. Мы готовим технологов-конструкторов, и они должны хорошо владеть современным кроем. То есть они изучают и работают над ассортиментом современной одежды. И то, что мы с ними делаем дополнительно в рамках учебного плана, это исторический костюм, народный костюм. Этот первый курс у нас уже справился с макетами, и не только наколол их из целого куска на манекене, еще они отшили эти макеты. Сарафаны, которые у нас здесь представлены, очень красивые. Ну что сразу притягивает взор, это невероятные по корсте народные костюмы. Это все, уважаемые зрители, русские народные костюмы во всем своем многообразии, поскольку каждый костюм с соответствующими узорами, своим раскроем и разными украшениями имела каждая российская губерния. К работе над каждым костюм воспитанницы колледжа приступают с особым трепетом и любовью. Каждый со своим творческим подходом, благодаря чему, и выходят такие изумительные наряды. Надо сказать, что с авторами данного проекта у нашего Геленджика, у руководителя отрасли культуры, сложились давние дружеские отношения, благодаря чему, в наш город. И приехала эта удивительная выставка. Большое огромное спасибо руководителю вашей культуры, это начальнику управления культуры города Геленджика, искусства, творчества и кинематографии. Это Сейбелева Екатерина Владимировна, которая обращает внимание на сохранение всех традиций, на сохранение национального прошлого, нашей истории. И поэтому у нас появились хорошие, добрые отношения с музеем, краеведческим музеем города Геленджика. Это уже не первая выставка, которую мы сюда привозим. Вот лично я как раз этим занимаюсь. Но у нас есть хорошие перспективы еще дальше, что связано с национальными, хорошими, красивыми проектами, где также будет связано по сохранению народного творчества, народных промыслов, ну и, конечно, привлечения молодого поколения сюда. Помимо костюмов, авторских моделей, на выставке широко представлены иконы, вышитые воспитанницами колледжа, разнообразная керамика, которая также является авторской разработкой сольбинских мастериц, а также изумительные пряники. В нашем монастыре есть несколько мастерских. Это еще благословение Патриарха Алексея II и наша матушка Игуми Нертида. Очень много внимания уделяет развитию художественных мастерских в монастыре. Это швейная, вышивальная, керамическая, мастерская по изготовлению мыла и мастерская по изготовлению пряников. И вот три художественные мастерские, изделия этих мастерских, мы привезли на выставку. Это керамика, вышивка и имбирный пряник. Все изделия, которые мы привезли и которые мы изготавливаем в монастыре, они делаются полностью вручную. При наших мастерских также работают, участвуют, трудятся девочки, которые обучаются в колледже. И вот эту выставку мы привезли благодаря Жанне Викторовне Дымченко, то есть мы участвуем в ее проекте. Гости из Ярославской области приготовили много подарков и сюрпризов для геленджичан. На открытии выставки многие могли попробовать авторский имбирный пряник. Отдельный подарок организаторы выставки благодарны за свое плодотворное сотрудничество передали главе муниципального образования Алексею Богодистову. Наши уважаемые вышивальщицы приготовили святую икону Блажематери и прекрасное исполнение пряника. Выставка произвела неизгладимые впечатления. Впрочем, наш геленджик также сумел удивить гостей, так что они даже задумались отразить увиденные здесь красоты в своих будущих работах. А здесь у меня такая эйфория, такое приподнятое внутреннее душевное состояние. Настолько приятный город, и глаз радует. Такие домики аккуратненькие, чудненькие, с какими-то узорами, с какой-то отделкой. Чуд какой-то. И вот это вот море. Наши девочки наши приехали, и нашим творческим источником по разработке современной одежды будет геленджик. Итак, выставка «Сольбинские мастерицы» продлится до 6 августа. Поспешите в городской историко-корреческий музей, чтобы оценить истинную красоту народного искусства. Спасибо большое Сольбе, еще и за прекрасные подарки нашему проекту. Они нам передали вот такие замечательные пряники собственного изготовления, а еще буклеты Николы Сольбинского монастыря и буклет доброй школы на Сольбе. Благодарю от всего сердца. И, конечно же, огромная, огромная благодарность всему замечательному коллективу Геленджикского историко-корреческого музея. И лично директору историко-корреческого музея города-курорта Геленджик Наталье Геннадьевне Гадзюк, координатору и куратору выставки «Женское счастье», младшему научному сотруднику отдела фондов Валентине Константиновне Сидоренко, художнице Елене Кубанцевой, которая очень помогла с визуальным оформлением выставки, и всем-всем сотрудникам музея. И неизменная благодарность не устаю повторять руководителю ООДЖЕН, замечательному продюсеру Жане Викторовне Дымченко. Такая огромная проделана работа, замечательная организация выставки, такой радушный прием, столько теплоты и искренней душевности мы получили, просто безмерная благодарность и наилучшие пожелания добра, процветания, дальнейших творческих успехов и много-много новых интересных идей для воплощения. И еще раз я также хочу выразить огромную благодарность всем участницам нашего проекта «Жизнь прекрасна», мастерицам вышивки, которые предоставили свои картины для вот этой выставки в Геленджике. Выставка получилась просто замечательная, и, конечно, все наши девчонки были очень рады возможности показать наши вышитые картины Геленджику на выставке «Женское счастье». И мы очень надеемся, что наше творчество помогло наполнить вашу жизнь и ваши сердца ощущением прекрасного. И каждый гость нашей выставки унес с собой частичку вот этого душевного тепла, которое мы закладывали в эту выставку и в наши вышитые картины. И вот все наши картины уже вернулись в Москву. Как я уже сказала ранее, их привезла сама Жанна Викторовна Дымченко. Шанька, смотри, сколько новых картин приехало. Ага. Иди, проверяй. Досмотр, Шань. Вот она, таможня. 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 Ну что, ты рада? Рада, хвостиком виляет. Уважаемая Жанна Викторовна, я хочу выразить вам свое восхищение и огромную благодарность от всех участниц нашего совместного авторского проекта «Жизнь прекрасна», особенно от тех девочек, чьим картинам посчастливилось побывать на замечательной выставке «Женское счастье» в Геленджикском историко-краеведческом музее. А попали мы туда благодаря Жанне Викторовне Дымченко. И вот сегодня, видите, у нас день сурка практически. Примерно такие фотографии и такую съемку я уже делала, когда картины только готовились к отправке. А сегодня, сегодня у нас 14, пятница, 14 июля, благополучно приехали картины. Все, кроме двух картин Инночки Демиденко, которые она забрала, 30, сама лично приезжала. Но, пользуясь случаем, Инночке передаем тоже привет. Приехала в целости и сохранности, в сопровождении Жанны Викторовны, приехала все в Москву из Геленджика. Я не знаю, Жанна, откуда у вас столько сил и энергии. Это ваше творчество, ваше творчество. Я что хочу сказать. Во-первых, привет от Геленджика, от музея, от управления культурой. Вы знаете, наши замечательные отдыхающие побывали. У вас полностью заполнена книга отзывов. Впервые так получилось, что наша книга заполнена от корки до корки. Вот так вот впервые исписали всю. Все, что было. Все остальное – это отзывы. Начало – и сразу можно копить отзывовки везде. Все одни и те же пожелания, чтобы творчество, восхищение, вам обязательной любви и замечательных проектов. Поэтому я с огромным удовольствием передаю от Геленджика, от руководства низкие поклоны. Спасибо. Надеемся, что мы с новыми туда проектами приедем. А самое главное, Светлана, уважаемая Светлана, вам замечательной командой, потому что рядом с вами собираются очень прекрасные творческие люди, очень прекрасные мастерицы. И, конечно же, вам замечательной поддержки президентских грантов. Чтобы у вас были действительно не только финансовые поддержки, но еще и проекты, которые давали большие горизонты нашей страны и зарубежья. Всех-всех вам благ. Спасибо. Я восхищена. Люди восхищены, наши замечательные гости. Ну и руководители восхищены не меньше. Вас ждут. Раз вас ждут, значит, собирайте новые коллекции. Это важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, Жанночка. Я очень рада, что у нас так замечательно прошла выставка в Геленджике в разгар курортного сезона. Я надеюсь, что у нас получилось порадовать гостей нашей выставки. Ну и самое главное, что ваши впечатления тоже остались хорошими. Я хочу сказать, что, знаете, когда летний сезон, и когда люди приходят, когда можно сделать выбор на тему моря, они приходили к вам, это говорит о том, что это интерес, это интересуется, это люди готовы потратить время ради восхищения искусством, а не просто пролежать там на море, сгореть или что-то. Это тоже нужно, никто не спорит. Но больше шла компаниями, компаниями, родители, детей приводили. Это говорит о том, что вы победили за внимание. Красота. За время внимания. Людям нужна красота. Красота спасает мир. Это действительно, красота нужна. Так что вы вашу красоту дарите людям, а мы с удовольствием будем помогать. Спасибо огромное. Низкий вам поклон, Жанна Викторовна, за все ваши усилия и за то, что, несмотря на то, что вы провели уже почти сутки в дороге, бодры, веселые, полный сил и энергии, и новых идей, новых задумок, это просто бесценно. Вам тоже творческого вдохновения, творческих успехов и всегда оставаться такой же энергичной. Спасибо большое. Будем делать дальше дорожки к красоте и пропагандировать как можно больше наши добрые, добрые начинания, не только мастериц, учеников. Пусть у вас будет больше учеников, пусть они смотрят на вас и, естественно, продвигают дальше это творчество. Все здорово. Спасибо. Жанночка, что вы чувствуете, сидя за вышивальным станком? Во-первых, восхищение хозяйкой этого станка. И насколько я не могу себе этого позволить, потому что я не умею. Я в очередной раз восхищаюсь вашим трудолюбием, вашими руками, вашим творчеством. Поэтому я только желаю как можно больше вот таких красивых картин, которых можно показывать людям, а самое главное вам, потому что это ваша жизнь, это ваше окружение, это ваше общение, это ваши проекты. Они живут. И я счастлива, что я с вами встретилась. Успехов вам, Светлана, всего-всего. Я вас очень ценю и люблю. Спасибо огромное, Жанночка. И вот наш новый проект «Русская азбука», «Русская азбука вышивки» тоже, дай Бог ему хорошего плавания. Он тоже поучаствует, только со своей стороны организации. Нужно немножечко потерпеть, да, минимум год на создание, но мы уже его начали. Вот такое будет у нас замечательное. Я уже увидела, что самые главные слова «Русская». «Русская» уже готовы, да, они уже вышли. Это обложка как раз «Русской азбуки», слово «Русская». Ну, всё остальное ещё в процессе. Какие-то богатыри. Ну, и будем детям рассказывать сказки русские народные. Русские сказки. Мы вернулись к ним, что лучше их оказалось ничего нет. Да. Только они, только они. Всё уже придумано. И мы ещё полдня просидели с Жанной Викторовной и проболтали, обменивались впечатлениями. Ну, в общем, конечно, много, много очень ярких впечатлений, ярких событий. И очень много останется прекрасных, ярких воспоминаний об этой выставке. А на этом у меня на сегодня всё. И большое спасибо всем за внимание. И встретимся в комментариях. А с вами была Светлана Дьянова на канале Белль, посвященному проекту «Леви и Белль» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok